Смена боковых зубов начинается от 6 лет и до 8. У всех детей по-разному. Поэтому, чтобы оценить, действительно нужно ли лечить этот зуб, нужно сделать рентген-диагностику. Не только для того, чтобы понимать, насколько поражен зуб, а для того, чтобы оценить, в какой стадии формирования находится постоянный зуб и молочный. Если началось уже рассасывание корня, то зубик не подлежит лечению, нет смысла лечить, так как он выпадет скоро. А если корень длинный и поражение больше 50% коронковой части, то действительно можно покрыть короночкой этот зуб. Еще немного поговорим о показаниях к стандартным металлическим коронкам. Смотрите, ко мне пришел недавно пациент, 5 лет, и 2 года назад в наркозе ему лечили зубки. Посмотрите, какая короночка стоит на пятом зубе, а с этой стороны ставили пломбочку. Посмотрите, какая она большая по всей поверхности, вот эта вот жевательная. Создается очень сильная нагрузка на жевательный зуб. Ребенок жует этими зубами, и посмотрите, какая тонкая грань между пломбой и зубом. Через эту грань могут проникать бактерии, которые состоят в налете, и разовьется вторичный коррозный процесс. И тогда придется перелечивать этот зуб. Сейчас посмотрим разницу между этими зубами. Зуб защищен со всех сторон. Она полностью адаптирована по прикусу. С этой стороны большая пломба, здесь коррозный процесс, и на этой стороне коррозный процесс. Нужно убирать карис и ставить короночку на этот зуб. Изначально этот зуб нужно было покрывать коронкой, тогда бы он прослужил до смены. У своего зубика осталось менее 50% ткани на жевательной поверхности. Это прямые показания к покрытию коронка. Продолжение следует...